больше в пас кто-то меньше ой не туда извините я честно говоря паркингом не очень-то впечатлен ни управляйка не застройщик об этом не позаботились вот вот так и строит снег похоже сбрасывает класс но качество самого покрытия кроме вот этих двух замечательных мест то есть такое ощущение что застройщик сюда влепил можно зайти посмотреть вот это красота то есть машины в принципе заезжает впритык сантиметр 80 точно есть уродски смотрится бизнес-класс по-русски посмотрите я не впечатлен вот это что такое друзья добрый день я андрей артемов и сегодня мы с вами находимся на намыванных территориях васильевского острова жилой комплекс глоракс аура и golden city создают единый ансамбль жилых зданий на намыванных васильевского острова и это пожалуй один из красивейших комплексов города если ни одно но первый дом жека golden city сдали 30 ноября 2020 года и в нем уже живут люди квартиры представлены от студии до 4 комнатных квартир есть двухуровневые квартиры квартиры с террасами на минус первом этажах размещены кладовые помещения паркинг сами планировочные решения интересны но лучше один раз увидеть вживую чем сто раз рассматривать картинки от застройщика я взял и сложил количество квартир из двух сданных домов и двух строящихся и получил следующие результаты по квартирографии и так внимание друзья студии однокомнатных квартир чуть более 43 процентов двухкомнатных квартир почти 35 процентов трехкомнатных квартир чуть более 18 процентов и четырехкомнатных квартир чуть более трех процентов в подземном паркинге будет 1146 машин и мест а гостевых мест всего 189 если взять соотношение квартиры паркинга то получается что всего 53 процента квартир будут обеспечены паркингом но не забывайте его еще нужно приобрести а стоит он от 1 миллиона 200 тысяч рублей в бизнес классе а в премиуме от 15 до 20 процентов дороже 1 миллион 200 тысяч рублей это первоначальный взнос за квартиру как раз 10 процентов от цены однокомнатные квартиры то есть у нас получается что мне выгоднее взять вместо паркинга квартиру а потом ее продать и заработать на этом нежели приобретать паркинг который в дальнейшем будет проблематично реализовать квартиры паркинг и кладовки или как модно их назвал застройщик келлеры можно приобрести в ипотеку или в рассрочку от застройщика однокомнатная квартира в комфорт-классе обойдется вам а 10 миллионов 400 тысяч рублей однокомнатная квартира в премиум классе обойдется уже 12 миллионов рублей кладовки стоит от семисот трех тысяч рублей за три с половиной квадратных метров застройщиком комплекса является общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик нтво с уставным капиталом 150 миллионов рублей квартиры продаются по договорам дду с открытием и скроу счетов где будут лежать ваши деньги и ждать сдачи комплекса класс энергоэффективности зданий а и б премиум от бизнеса отличается тем что расположение домов премиум класс напоминает нос корабля за счет формы в нем больше видовых квартир панорамного востекления выше потолки есть шумоизоляция под стяжкой и сдаются квартиры в белой отделке а сам нос корабля возводится на береговой линии мы с вами знаем что сегодня это береговая линия а завтра вам продадут новый проект у новой береговой линии так что я бы сто раз подумал стоит ли вообще переплачивать за этот псевдо премиум в данном месте первые этажи коммерческие помещения фасад вентилируемый издалека смотрится красиво входные группы все в уровень землей везде написано какая находится где какая парадная нумерация квартир заходим здесь у нас предбанник дом бизнес-класса но вместо того чтобы на полу сделать знаете немножечко такую ступу вниз чтобы постелить нормальный человеческий коры здесь вот просто вот такой настил здесь у нас тамбур здесь мы видим в уровень с полом сетка для того чтобы в грязную погоду вот так вытирать ноги проходим дальше ну парадная по мне это тяжело назвать здесь очень мало места помещение для уборки название жилого комплекса в плитке вроде все красиво здесь плитка по дереву уголок есть металлический ну вроде так все ничего но конечно само пространство достаточно минимальное для жизни зато такие здоровенные ящики такое ощущение что здесь корреспонденции просто немерено или спам у людей под спам кстати да нет коробочка у нас вот из и вызываем лифт груза пассажирский лифт едем на последний этаж в общем здорово то что лифт находится вот так они вот так соответственно в такой лифт проще заносить дальномерные и крупногабаритные предметы напомню что застройщик сдает квартиры в черновой отделке в бизнес-классе лифт конечно могли бы красиво обтянуть баннером написать добро пожаловать домой как я это обычно говорю но здесь просто у нас торчит у избушка выходим смотрим вот я вышел из лифта 12 этаж первое что мне бросается в глаза ну понятно вот это сделали люди там строители жильцы датчики понятны должны быть вот это что такое это соответственно что-то с пожаркой связанная были ну вот это смотрится здесь вообще просто 6 до 10 зеркала это нормально хорошо вышел там прочесался на его порядок но вот здесь сразу кстати отмечу что окна установлены не очень хорошо то есть вот такого и такого точно не должно быть но подоконники бизнес-классе выглядит вот так это не самое лучше подоконники что я видел однокамерный стеклопакетов квартиры должны быть двухкамерный но отсюда конечно открывается неплохой вид большой плюс что комплекса огромная просто на площадь по стеклению хорошие конечно видовые характеристики но он на насыпных и когда здесь лето здесь куча грязи здесь практически нет нормальных дорог проблемы с парковками и заездом и выездом но то есть вид на финский залив то приобрел квартиры на ту сторону а здесь плюс то что есть указатель я понимаю на каком этаже находится лифт и понимаю где он приедет это соответственно сама система управления отисом этому ген-2 и хорош то что для него не нужно там отдельно делать кабину ну конечно сама отделка то есть вот это знаете вот например есть плитка да все нормально есть клапана есть забрал то есть здесь вроде вот так знаете все хорошо но почему сюда например не поставить алюминиевую красивую планку декоративную смотрелось бы всего намного более эстетично нежели чем сделано здесь просто вот декоративной штукатуркой помазали на этом все ну соответственно подводка радиаторов дал здесь прямо он идет и стены ну как-то вот вид не очень шло бы снизу смотрелось бы по-другому и такое ощущение вот там плитку положили знаете так ощущение что это грязь и не доделано давайте зайдем вот доводчик уже сняли наверное строители ну вот когда я вот вижу вот такой то есть я понимаю что там находится счетчики на систему отопления были для чего сделать такой огромный шкаф почему-то не сделать нормально по-человечески во-первых здесь мало света грилля то грилля то немножечко такая ушла от пьян пьяным взором так и знаете давайте пошло такая после новогодних праздников немножечко в сторону давайте смотреть вот эти все элементы да вот когда вот это видишь каждый день и понимаешь что это сделано там не очень красиво конечно но у меня лично не радует если например вот здесь когда поле менее здесь вот счеток нормально можно сказать да то с этой стороны просто же скачь то ты понимаешь это либо установка проблема либо когда проверяли пожарную сигнализацию то здесь видите все подваливалась убрали на оставили все как есть зачем по гарантии заходить сами двери двери обычные простые смотрятся в принципе нормально ничего такого я в них не вижу звонки какие-то знаете такое ощущение что они в алиэкспресс их заказали ну что он такой хлипенький ну как-то по мне очень странный звонок ну-ка посмотрим здесь уже сами люди вывели давайте пройдемся квартир кстати не так много на площадке что радует у нас соответствии с нормативами должно быть метр сорок здесь у нас имеют и 55 молодцы а увижу что люди меняют и звонки видеозвонок стоит и двери меняет потому что их понимаешь что не очень устраивает барабанная дробь уход смотрите а здесь пожарные рукава есть молодцы и здесь даже есть вот сразу сразу к ящикам да вроде белый цвет все нормально но знаете не очень аккуратно сделаны то есть ящики уже какие-то все заметные когда их устанавливали могли бы конечно сделать серого цвет покрасить и смотрелось бы на фоне их практически было бы незаметно тут все открыто куча проводов кирпич ну как то здесь это выглядит друзья не очень здорово как хотелось и здесь вот видно что а для того что видно поставить этот ящик здесь соответственно механическим способом убирали часть бетона вот ведь все болтается здесь какая-то розетка но бы им конечно так не должно быть счетчики обычные бумажки напечатаны на принтере просто приклеены но по мне лучше не позориться наклеить их вот там внутри а здесь пусть он будет хотя бы серого цвета смотрелось бы совсем конечно по-другому вот здесь мы видим что тоже поменяли дверь вот не поменяли здесь но бизнес-класс дверь от застройщика всего лишь один замок ну спасибо что есть глазок там и три петли все больше ничего нет ну по мне конечно это странно минимум должно быть два замка там ночная заглушка там и так далее но здесь тоже видите вот такие вот элементы когда красят и докрасить почему-то покрасить ровно не могут скотч снимали и вот видите кусками все поддиралась ну конечно ведь так себе по мне я не впечатлен выходя прямо из лифтов мы сразу с вами видим выход на лестничные марш и личные марш и обычные с завода окрашены краской такой практически белый цвет смотрится нормально сами ограждающие конструкции держатся крепко но на бизнес-класс они не дотягиваются чем-то мне они напоминают я уже где-то таки видел в каком-то из комплексов а я видел их в обычном комфорт-классе в жилом комплексе конте в пригороде санкт-петербурга ну и конечно вот 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 эти места когда я на это смотрю ну вот видите просвечивается там не просвечивается но ко мне по мне конечно вид так себе третье здесь уже он краска пошла пошла на почему отваливаться потому что они обеспылили из-за этого возникает такие нюансы вот здесь уже чувствуется что холоднее металлическую дверь поставили тут закрыта посмотрите вот здесь если посмотреть наверху понятно что вот это отвалится потому что здесь что-то протекала не знаю будет а теперь будет понятно потечет вода или нет но и крепление граждающих конструкций на анкера кэш прикрепили но вот здесь видите не докрепили сил мир на не хватило грязь все заляпано ничего не отмыто ну хотя бы спасибо что здесь есть нумерации этажа есть доводчик от застройщика чтобы дверь не барабанила об стенах хотя бы в этом плюс но до бизнес-класса я друзья считаю что во первых это само место не дотягивается до вроде это васильевский остров это центр города но все же это насыпные намыванные территории соответственно когда вот не знаю знаете когда вот я въехал пока думал как бы я сидеть купил бы себе квартиру я например все детство прожил на васильевском остров для меня вот эти насыпные это вообще какое-то реально недоразумение я считаю что не надо было этого делать но понятно что городу выгодно не получать большое количество денег бюджета от застройщиков от их деятельности но здесь люди покупают например взять там я романтик готовы который из первых комплексов построили там же все кто либо продают либо сдают в аренду и танцы все очень много живет китайцев вокруг тебя дома одни эконом-класс очень много панелек строит основном лср все застраивают там дальше насыпает а тут были на бизнес и премиум сам проект конечно прикольный с внешне издалека дом смотрится очень красиво сам весь этот проект то есть картинки рендер застройщика тоже классно но в жизни друзья совсем по-другому давайте зайдем 6 это у нас этаж и посмотрим что у нас здесь доводчик от застройщика ведь молодцы сделали ручка не доходит аналогично небольшое количество квартиры видно что кто-то заехал уже меняют двери то дверь от застройщика с одним замком это уже люди себе поменяли о слышал сейчас собаку шикарная шумоизоляция в бизнес-классе да вот это конечно это еще и открыто на смотрите ох 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 запах здесь специфические это отопление стоят счетчики показания если не ошибаюсь они здесь с этих счетчиков можно передавать по воздуху то есть не нужно самим что-то передавать ну я видел конечно и намного красивее когда это все делается здесь конечно сделано это как-то знаете вот этого не видно типа и поэтому можно оставить кучу мусора но и вот такие огромные двери которые просто по мне здесь уродски смотрится еще не пони фига смесь какая длина там реально лечь можно и спать еще но и почему конечно при входе бизнес-классе здесь нет указателя где находится какая квартира по мне честно говоря странно вам нужна ли это нумерация квартир мне например это нужно потому что это удобно когда ты поднимаешься на этаж понимаешь там одна или две квартиры тут все понятно но когда их и ни одна и не две то не хотелось бы идти в одну сторону потом понимаешь надо идти в другую сторону поэтому было бы здорово конечно если бы все застройщики делали так как это удобно как это должно быть из особенность получается что сами входные группы они проходные здесь плюс что лестничный с лестничных маршев выходим прямо во двор а здесь у нас холл и для того чтобы подняться сюда здесь соответственно нужно преодолеть ряд ступеней если у вас есть дети есть коляска то конечно вам будет это не очень удобно вот он и вот он ну и вот здесь да вот такое ощущение знать что я в цоколе нахожусь потому что уровень окна вот с уровней дворовой территории получается он тут практически на раме в метре сантиметр 80 точно есть и кстати вот название комплексов был бы прикольно здесь хотя бы какая-то была бы подсветочка идем во двор будет смотреть что у нас здесь вообще дверь открыт фасад достаточно дорогие панели смотрится красиво установлено все как обычно криво косо здесь ровно смогли а здесь ровно не смогли то все не отличается либо плиты кривые но здесь видно у мастера руки кривые сам вес фасад видны сами направляющие что я считаю не должно быть правильно сам давайте рассмотрим теперь и двора снега в этом году очень много считая здесь убрано достаточно хорошо зеленое насаждение в полном объеме нам не рассмотреть потому что все под снегом видны кусты и видны какие-то деревья такие тоже кустовые там елок больших деревьев я не вижу светодиодное уличное освещение смоется прикольная детская площадка но в этом дворе совсем скуды но двор во первых сам очень маленький водитель смотреть на эти высокие большие окна на си чем-то напоминает старый советский институт они в принципе практически такой же формы строили все это было из блоков и были вот такие окна большие высокие узкие для того чтобы нормально можно было работать людям когда они там что-то делать очень угли в питере таких стать еще много объектов европейский производитель один из самых лучших и соответственно дорогих ну дворы по заявлению застройщика закрыты но мы с вами видим что все открыто настежь то ли это проблема из-за того что все по замерзала и поэтому не работает допуск либо просто открыли для того чтобы можно было нормально пройти он видим сотрудники управляющей компании убирают здесь разведутся камеечки такие подешевле но можно дать похоже управляющей компании с башкой закрыла видите вот здесь смотрите сделал застройщик есть подземный паркинг там есть кладовки вот он заезд вот видите ширина колеса автомобиля то есть машины в принципе заезжает впритык о чем думали те кто проектировал именно въезд мне честно говоря непонятно да сделали красивый фасад но вот если прямо смотри туда мы видим на мало как-то по диагонали туда заезжать а здесь соответственно выезжать но по мне как-то одну очень странное решение очень странно и непрактично и он тут уже большие елочки есть вот строится еще один бизнес-класс и за ним как раз пока что на набережной у нас и премиум васильевский остров где не насыпные вот он получается за за сад его там он идет а станция метро приморская вот там на машине ехать строчке кстати не обманул минут 20 я считаю что это достаточно прилично на общественном транспорте но это соответственно там 30-40 минут ну видно отовсюду практически здесь кукурузина с качеством уборки дорог мы видим то есть принципе убраны все хорошо я считаю и вот здесь как раз идет стройка и вот там в конце наш премиальный дом вот когда отойдешь чуть дальше от комплекса вид конечно достаточно приятно то есть фасад смотрится очень красиво и вот чтобы я назвал какой-то дом красивее этого вот когда сможет они издалека я учусь там говоря таких не знаю объектов если вы знаете напишите в комментарии зашел в соседний корпус который еще строится не сдам здесь большая входная группа красиво смотрится двери тоже все под золото заходим и что попасть с двора к лифтам надо преодолеть ряд ступенек но соответственно когда ты с коляской с детьми это конечно не очень удобно здесь уже сделано поинтересней здесь нормальное освещение смотрится прикольно светильник мы видим те же знакомые нам здоровенные ящики которые можно складывать просто бухгалтерские отчеты вот эти вот этот марш смотрится красиво сделано хорошо здесь тоже golden city есть почему-то нет подсветкой вот мне бы хотелось было подсветка задрапировали красиво дверь но из-за не очень качественной установки здесь есть трещина но и конечно смотрится не так хорошо конечно бы хотелось у нас здесь один лифт можно его вызвать чтобы не идти пешком и подняться наверх вот видите смотрите как задрапировали вот эта штука это если не дай бог случится чп то приезжая мчс может переговорить с теми кто находится в лифте здесь хотя бы и вмонтировали в стену она не торчит ужасно как во многих других комплексах приехал ого вот это красота друзья вот я только что говорил о том что не хватает вот это вы смотрите они это сделали отец ген-2 с регенерации энергии позволяет хорошо экономить нам деньги заходим и вот здесь смотрите здесь сразу обращаю внимание перепад потолка то есть это чувствуется знаете такое ощущение что такое давление происходит шестой этаж выход на лестничный марш и посмотрим чуть позже вот здесь видите тоже вот поставили установили забрала как их называют но вот эти места почему-то не прошли прошлись бы герметиком смотрелось по-другому так очень знаете что тут не дожали тут не доделали но как-то все это так не очень здесь другая отделка здесь уже нет такой более неровности штукатурки если она более прямая и по мне смотрится намного интересней стандартные двери от застройщика с одним замком единственное плюс что они широченные что здесь достаточно широкие полотна но при этом здравствуйте можно зайти посмотреть все извините там у людей важное совещание ладно посмотрим другое может где-то открыто и мы сможем с вами зайти посмотреть квартиру видите само обратите внимание здесь затрапировали соответственно под фасад стены где находится коммуникации смотрят совсем по-другому ой извините я опять в ту в ту же же дверь зашло а затем можно посмотреть ремонт делаете а подождите это сдан уже до получается дом я понял за эту сниму не против это однокомнатная квартира да у нас что-то у нас низкие потолки это вы уже вешали потолок или от застройщика а первый день понятно смотрите друзья при входе мы видим автоматы на однокомнатную квартиру все подписаны автомата одни из недорогих 30 миллиампер си 10 50 а си 16 еще три си 16 один который вырубает соответственно все здесь тепло нужно соответственно снять перчатки чтобы руки не мерзли так я понимаю здесь уже кто-то сделал ремонт потому что вообще застройщик придает все в черновой отделке мы видим ростелеком пожарные датчики розетка под ротор вот не знает застройщик так уже было и соответственно делали люди здесь у нас по загребневый блок обратите только внимание чтобы выровнять какой здесь толстейный служб к тукатурке он доходит здесь чуть более двух сантиметров это достаточно много они несущие самонесущие стены у нас из обычного блока он внутри пустотелый держится крепко больно слушайте стенки просто как конфетки идеальны смотрите какие очень красиво смотрится ванна гидроизоляция ванна достаточно большая а вы здесь плитку да уходите смотрите красиво это кухня я на плитку не да 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 это кухня кухня здесь наверно 9 10 квадратных метров но реально очень маленькая и здесь у нас выход на лоджию остекленную здесь у нас есть вент зазор для установки монтажа кондиционера но вот отвода под конденсат я честно говоря не вижу здесь не будем топать зайдем в комнату посмотрим и уйдем сделана ниша прикольно здесь будет шкаф комната тоже совсем небольшая но что мне нравится это очень большое окно до ширина чуть более двух с половиной метров высота 2 метра то есть два на два с половиной отсюда конечно открывается очень хороший вид стеклопакет у нас здесь и двухкамерный однокамерно стоят только в подъездах и еще вопрос мне давайте измерим высоту потолка здесь посмотрите 260 получается то есть по идее здесь должно быть 270 то есть могут 10 сантиметров выровняли значит входная дверь вот чтобы не быть голословным измерим проем метр десять вот это очень круто я помню когда жил на петроградке у нас тоже был метр 10 метр двадцать дверь мне это нравилось но если обратить внимание на дверь то мы видим что уже через слой краски пошла ржавчина ну конечно вид этой двери оставляет желать лучшего вот видите вот этот кусочек это как раз делом для того чтобы было поставить доводчик то есть такое ощущение что застройщик сюда влепил двери не для жилых помещений а как раз для вот мопов значит заходя сюда я честно говоря полагал что вы еще не сдали но я сделают ремонт и здесь уже люди то соответственно понимаешь что его сдали на просите пожалуйста друзья но общий вид конечно был этого здания остается что здесь еще доделают потому что в здаром доме разве могут вот так торчать огоненные провода слаботочки я думаю что нет либо это так в проекте и застройщик сдал либо соответственно он доделывает дом после сдачи вот за это конечно большой минус горок но конечно кроме вот этих двух замечательных мест есть еще вот такая ниша здесь застройщик хотел зачем-то ну зашить спрятать сам пульт управления лифтами отис но видите как у нее не получилось то здесь нет ни двери ничего и мы видим что такой недоделанный элемент для чего это было делать непонятно хотя в принципе сама входная группа достаточно нормально не считая того что вот здесь занижен занижена высота потолка по ощущениям здесь на этом 2 30 или 2 40 ну то есть достаточно низко это честно говоря давит знакомые нам лестничные марша здесь уже видно что видите ли они их красили и не докрасили до конца почему-то тоже ограждение но здесь ограждение оно толще смотрится лучше но качество самого покрытия и самого изделия оставляет желать лучшего то ли они здесь хотели сделать плитку и почему-то не сделали то ли еще что-то ну вот покрыли чем-то белая либо грунтовка либо краска а вот здесь почему-то выход на кровлю здесь сделана плитка я по миссинке спускаюсь в доме от глорокса что ж тут в пакетике оставили строители куча мусора так а чё-то у нас там человек делает наверху снег похоже сбрасывают класс современные дома где приходится выходить наверх и сбрасывать снег ну вот здесь да при приближении видно что плитка она здесь вся кривая косая то есть вот как смогли так ее и уложили вот это друзья обратите внимание видно по всему фасаду видна люлька на которую поднимают строители для того чтобы монтировать как раз элементы фасада если обратить внимание такого вот сюда вот на эти углы то это дырки это просто дырки то есть как думаете будет туда попадать влага или не будет влага попадать вот вот так и строит красивый проект построенный на намывных территориях крупным достаточно застройщиком вот смотрите да друзья радиатор отопления значит радиатор отопления не из дешевых хорошие керми упаковку не сняли все вот так открыто ни управляйка ни застройщик об этом не позаботились мусор брызги понимаю что это не люди это не жильцы это значит строители нормально стоит не из дешевых клапан по выбросу воздуха но обратите внимание почему это окно не закрыто если этот дом сдали то как это вообще возможно мне честно говоря когда вижу такие моменты мне это не понять так так классно да застройщик сдал дом но при этом будет окрашиваться я понимаю как и сделают как и первом подъезде что мы с вами видели но как можно было сдать если это есть проектный в проекте а сдали в натуре этого нет по мне конечно очень странно решили смотрите на пятом этаже уже нет занижения потолка цифра к 5 скудное такое же освещение ну все остальное все то же самое щели вот он смазали здесь видите тоже как-то сделали были ну вот кассипоры мастер сайте говорю который плитку укладывал что он плитку укладывает и слышит как люди сверху вернее сверху снизу разговаривают вот это уже говорится о многом о качественной звукоизоляции бизнес-классе лифт у нас идет на минус первый этаж где паркинг и должно быть кладовое помещение давайте посмотрим кстати пока едет проверим работает или нет связь с оператором если не дай бог кто-то здесь застрянет жмем в общем друзья не дай бог застрять в этом лифте вам уже здесь не помогут если не ловит телефон то вызвать спасатель нет минус первый этаж реально выходить даже страшно висит лампочка не доделано здесь уже холодно видны следы от протечек здравствуйте как меня слышно это охрана или управляющая компания куда я позвонил администратора почему так долго отвечаете вы пока отвечаете мне тут убить в лифте могут спасибо вам большое значит выходим запах краски видите все нараспашку это у нас друзья с вами паркинг ух ты какой классный автомобиль то у каждого свое место на первый взгляд здесь все нормально сейчас посмотрим если где-то протечки были бы видны значит вот здесь соответственно самая низкая точка и здесь должна здесь должна быть уклунка собираться вода вот здесь как раз ниже всего и там должен быть погружной насос который как раз и выкачивать систему канализации всю отработанную воду значит здесь вот например я снимал недавно жилой комплекс терра бизнес-лайт ну можно сказать один бизнес второй бизнес но здесь видно да вот что с пожаркой слабо . если он просто так рулончик висит но там например афинокулера который с которых идет разбрызгивание там воды или порошка при тушении пожара они находятся на вот невысоком уровне то есть можно голову расшибить в глаз попасть или машину испортить здесь этого нет вот это во первых мне нравится что еще тут показать вот самые проблемные места это стык двух секций дома здесь у нас закрыта какой-то резина и вот здесь не видно чтобы чтобы что-то текло то есть я этого здесь не вижу надеюсь то что здесь нет воды потому что в принципе дом построен на насыпных и получается что минус первый этаж это вот как раз на уровне где была вода раньше финском заливе а теперь здесь песочек да какая-то грязь тамбур шлюз господи страшно заходить в общем все не доделано как обычно дом сдали про паркинг забыли а ну да зачем паркинг сдавать ну да как я и полагал как пожарка здесь не функционирует не дай бог что-то и пожарных рукавов здесь нет вот чтобы быть уголословным еще раз посмотрим здесь тоже нет пожарный кран пожарный кран отлично пожарный кран то есть не знаю если там вода но понимая что не дай бог что-то тушить будет ничего ну и вот смотрите огромное количество труб это все похоже просверлили вытащили вот он кабель и наверное сейчас как раз занимается тем что монтирует эту систему где-то только непонятно где в общем я честно говоря паркингом не очень-то впечатлен не впечатлен тем что у него нет состояния полностью готового из данного объекта электрощитовая здравствуйте хоть здесь красота за эти можно на это я понимаю на стройку да узел вот этот стоит временный интересно за это платят жильцы и застройщик жильцы да слушайте а чё она получается недоделана да еще недоделана еще он провода оголенные торчат я вот не понял ты дом то сдали или нет да да я блогер меня зовут андрей артемов я обозреваю все новостройки показываю все объективно и честно а у меня нет визитки а зачем мне визитка я же блогер в youtube и наберите андрей артемов сразу меня там увидите когда заходишь в лифт был там башку не удариться лампочку да очень конечно странное решение что нет света я конечно в шоке от этих насыпных от этого комплекса когда еду в бизнес-класс я ожидаю друзья увидеть бизнес я сюда друзья когда ехал я ожидал конечно увидеть ну совсем другое качество когда говорится что это бизнес-класс то все-таки это в моем понимании должен быть бизнес а не эконом то есть вообще на этой территории бизнес комфорта не может быть все эконом идем смотреть дальше расстояние совсем небольшой между этими домами вот здесь например то не давит потому что у дома в определенной форма но спортивная площадка конечно смотрится на фоне заката может быть красивых вот эта труба отопления портит всю картину вот они одни из первых домов там дальше большое количество новостроек час из них я обозревал есть обзор оставлю ссылку чтобы посмотрели плитка проходные подъезды ухты нифига такая высота нормально сделал здесь на самом ступени делать странно фасад с каких-то знаете брусочков они вот поэтому видно все вот так кривенько и стоят потому что который где-то кто-то зашел больше впас кто-то меньше но издалека смотрится красиво напоминать знаете вот эту советскую вертикальную плитку и вот видите вот такие щели понятно что на влага будет попадать там внутри утеплитель 1 утеплителя влага отсюда найти такой променад в премиум класса вот он премиум бетон уже монтирует окна фасадные стены здесь вижу из газоблока самое конечно классно это то что здесь большую большие окна большие проемы в одной квартире измерили это реально очень классно потому что в питере не так много света а за счет того что большие стекловые проемы у вас будет всегда дома светло тоже конечно странно установили дешевые окна почему-то капельник не поставили в проекте не предусмотрено друзья сам комплекс комплекс издалека смотрится очень красиво при ближайшем рассмотрении конечно у него сразу видны проблемы с фасадом кривенько костенько есть нюансы то что он показывает внутреннюю архитектуре соответственно по квартирам ну и для меня например лично очень сильно завышена цена за этот объект он не может здесь быть не комфорт классом не бизнес не премиум тем более это обычный эконом на насыпных территориях васильевского острова потому что заезжать и выезжать из часы очень тяжело огромный застроенный массив большое количество людей соответственно большое количество машин в подземных паркингах минимум люди приобретают шлем потому что как я уже говорил так хорошее превращение взнос на квартиру квартира это профит а приобретенная в ипотеку или за свои деньги парковка это друзья раз друзья у меня свое агентство недвижимости я работаю как с первичным рынком недвижимости так историчным помогу продать и приобрести работаю честно и открыто если вам нужно продать или приобрести квартиру для жизни звоните и пишите ватсап также за отдельную плату я просто консультирую смотреть в принципе больше нечего можно было пройти настройку но там корни бетона больше ничего нет поэтому показать в принципе ничего все основные моменты друзья я вам показал рассказал местоположение вы знаете и так про садики и школы я рассказал в предыдущем своем обзоре ссылку оставлю в описании к этому ролику друзья рад был вас их видеть обязательно поставьте лайк не ставьте дизлайк подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой на это видео а я с вами не прощаюсь а говорю до скорой встречи а Субтитры сделал DimaTorzok